В основном эти две главы занимаются темой царат, проказа. Проказ на человека, проказ на одежду, проказ на дом. Разных видов царат есть. И написано в самом начале глава, «Адам кебрусу, если у человека появился проказ, он должен пойти к кому? Он должен пойти к Аарона Коэль». Говорит Рамбам, Аллаха. Рамбам говорит, что даже если человек знает, как выглядят чистые проказы или не чистые проказы, то есть бывают разные условия, чтобы проказы считаются царат по Торо, но все равно все зависит от декларации, которая декларирует Коэль. Только Коэль может определить, это да царат или не царат. Это самый способ. Бывало, Аарона Коэль, надо принести или к Аарон, или одну из его сыновей. То есть обязательно Коэль должен решить этот вопрос. Почему Коэль? Говорят, в книгах написано, почему, потому что написано в трактате Арахин, 16 лист, написано, что есть 7 причин, почему человек получает проказы. И числит в Талмуд, самый известный язык, это Вашон Ара, но там еще и сейчас есть убийство, шлихутамим, есть тоже там высокое море, если человек слишком гордина, если человек украл, если человек царат, скупой человек. Из этих качеств, из этих проблем человек получает проказы. То есть говорят, что Коэль, он такой, который, он чистый из этих проблем, тем более, Арона Коэль, как мы знаем. Арона Коэль, он тот, который написано, в Пеке Авод написано, что будьте, как ученики Арона Коэль, который, он бегал за шалом, он бегает за мир, он ищет мир, он всегда хочет, чтобы был мир, мир в человеке человека. Он не тот, который говорит о Шалон Ара, он не тот, который украдет свои брата, нет, он такой, который живет в мир, с мир между братами, и наоборот, его задача, чтобы увеличивать мир между человеком и человеком. И Арон сам, когда написано, написано, что в Сибири сказал, Моше, Арон приходит к тебе, чтобы встретить тебя, и он будет рад. А как он будет рад? Он же старший брат, и Моше стал лидер еврейский народ. Он рад, он должен завидовать своим братом. Нет, не завидовать, у него нет зависти, у него нет этих проблем. И поэтому, когда у человека есть проблем с проказом, который результат, одно из этих плохих качеств, он приходит к Арон, и Арон его решит этот вопрос. Он говорит ему, да, у тебя есть сара, ты должен так и так делать для того, чтобы решить этот проблем. Дальше, интересно, написано, что когда есть проказ дома, если появился проказ дома, написано, что человек должен приходить к Коэн и говорить, вот как проказа, как, как проказа, я видел в доме. Он имеет право говорить, у меня есть проказа дома, потому что он не имеет право решить этот вопрос, только Коэн. Он приходит к Коэн и говорит, но похоже на этого. И написано, написано в Мишне, даже Талмит Хахам, есть человек мудрец Тора, и он знает тот же, он знает все Аллаху, он знает больше, чем Коэн. Но все равно он приходит к Коэн, а если Коэн не знает, если бывает Коэн, который не учил, не знает Мишне, не знает Талмуд, а если Талмит Хахам знает, говорит Коэн, это проказ. Нет, он должен объяснить Коэн, что это исполняет все условия, чтобы считается настоящего проказа по Тору, а потом Коэн говорит, это цар. То есть только Коэн имеет это право, потому что даже Талмит Хахам, который мудрец Тора, который знает все Тора, но в характер он должен относиться к Ароне и его потомке, потому что даже потомок Ароне, который, к сожалению, не учил Тора, не знает все Тора, но у него есть этот характер, который есть у Ароны Коэн, он потомок Арон, и биологический потомок, и тоже моральный, и духовный потомок Ароны Коэн, который есть у него эти качества. Более того, говорит Рапрель, что интересно, что мы нашли в разных местах в Талмуд, в разных местах нашей традиции, в нашей изучении нашей мудрецы, в Митраж и в других местах, что когда человек учит много Тора, у него есть опасность. Есть опасность, потому что Сатан именно ищет, он не позволяет, он не терпит, что Талмуд Хакам знает много Тора, и он хочет его портить. Как портит? Он знает Тора, он портит его в качестве. Он начинает портит его в качестве. Когда человек учит много Тора, есть такие опасности. Например, написано, что поколение Давида Мелеха, они знающие были, знающие Тора, Талмуд и Хакамим, великие люди, но они проиграли много войн. Почему? Почему они потеряли войны? Почему их победили других? Потому что между ними был проблем Лошонара, они говорили Лошонара одну на другую, плохие слова сказали одну по-другому. А другие поколения, которые были меньше по Тору, они не одно, они Ахав, который не был такой темным храмом, как Давид, но у них между ними был мир. Говорит, это не случайно. Говорит Рапреша, что когда человек учит Тора, он должен осторожнее быть, когда учит Тора, чтобы его характер остался чистым. Потому что Сатан ищет его. Написано в отношении разрушения храма, второй храм, тогда был Тора, тогда были заповеди, тогда все было, но между человеком и человеком был проблем. История Камца-Бар-Камца, второй храм, когда разрушены. Именно в таком месте, где было увеличение изучения Тора, Мишне, Танаим было во время разрушения храма, был великий Талмин-Хахамим. Но был проблем между человеком и человеком, был Ашонара, был другой. Это Талмин-Хахам, он должен особо, и это, из этого можно понимать, Каври Трава Прешол, написано Медраж, Медраж Рапа, Пят раз написано в слове Тора в отношении Царат. Написано, Пят раз написано в эти две главы, в слове Тора в отношении Царат. Чтобы учишь, что даже Томит-Хахам, когда человек учит много Тора, он должен все равно, он должен переживать, чтобы между ними не было Ашонара, чтобы не было Матси-Шимра. Именно там, как говорится, пришел. Тора это очень хорошо и очень важно. Человек должен учить Тора. А чем больше человек учит Тора, он в том числе и в то же время должен осторожнее быть в себе, чтобы не попадать в таких проблем, которые приводятся рад. А если да, обратно к Коина. Идите обратно к Коину, чтобы Коин учил тебя быть скромнее, без зависти жить, живет в мире между человеком и человеком, что мы так заслуживали. И к Тора, и к Медотову, и без Ашонара, и без всяких проблем, чтобы у нас не было таких основ, для царат. Шаббат шалом.